Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую. С вами Петром Рауфи. И у нас обзор рынков. С прошлого момента, как мы с вами не виделись, наверное, прошло очень много времени, многое что изменилось на рынках. Мы сегодня будем разбирать ситуацию в целом с новостным фоном, с геополитикой, со всеми новостями, которые каким-то либо образом могут повлиять на рынки сырья, например, на рынке защитных активов особенно, на рынке полупроводниковых продукций, которые сейчас очень про них идут разные новости. И в целом основные все инструменты, которые зачастую разбирали как основные инструменты для торговли, их тоже разберем, на 4-часовом тайм-фрейме, то есть с среднесрочным прогнозом, поскольку видео может выкладываться немножко чуть позже, после того, как я его выпущу. Соответственно, там будет и сток-маркет США, кроме сток-маркета России, будет сток-маркет США, будет форекс-пары основные, защитные активы. И в конце биткоин-эфириум, криптовалюту тоже разберем. Там новостной фон по крипте немножко расшатал за последнее время. И по большому счету оно все очень сильно связано с ситуацией вокруг Украины, вокруг санкциями и некоторыми заявлениями некоторых аналитиков о том, что криптовалюта может по каким-то определенным причинам упасть в ближайшее время. То есть это, опять же, разберем на перемире графиков. Как вы, наверное, уже услышали, со вчера Джером Пауэлл, глава ФРС США, Федеральной резервной системы, заявил о том, что в марте будет повышение процентной ставки все-таки на 25, 0,25% и даже, возможно, на 0,5% еще раз напоминаю, что эти ожидания уже на рынках, по факту, в рынках учитываются. Это первый момент. Второй момент. Сегодня, соответственно, к календарю экономическому должны быть еще отчетности по конференции сегодняшней, которые будут у Пауэлла. И лучше обращать внимание на этот фактор тоже сегодня в районе, по-моему, шести часов по МСК, если я не ошибаюсь. Будет спич Джерома Пауэлла, 18. Да-да-да. И поэтому этот доллар может немножко спопулятивно двигаться, скорее всего, вверх. Мы этот график доллара тоже разберем. И что он в целом по этому поводу говорит касательно процента ставок, процента ужесточения монетарной политики, даже несмотря на то, что происходит вокруг Украины, что приведет США, МВФ и других структур финансовых выделять возможные деньги, наложить возможные санкции на Россию, из-за чего может произойти, может получить удар, и даже экономика США сама по себе, несмотря на всех этих факторов, все равно они идут на повышение процента ставки, поскольку ситуация на рынке труда все еще не меняется, и все хорошо, с рынком труда все хорошо. Соответственно, такой фактор на самом деле может хорошо помочь. Доллару дальше расти, фондовые рынки тоже. Мы их сегодня обязательно разберем, касательно этой новости. Вокруг Украины, как и заявили уже Борис Джонсон и Макрон, с приблизительно недели назад, война, которая идет, будет продолжаться и, скорее всего, будет долгой. Об этом заявил Джонсон и Макрон. И тоже, кстати, обращаю ваше внимание, обязательно учтите то, что говорит Борис Джонсон. Это единственный консерватор, который сейчас, по факту, остался на этом рынке. Бывший был Доналд Трамп, заявлением которому можно было более или менее довериться инвесторам, финансовым структурам. Байден, Европейский союз, это не те силы, которым могут доверять. И даже рынки на определенные их незавидения даже особо и так не реагируют сильно. Но остался один человек, имя которого это Борис Джонсон, у него влияние очень большое, у него разведка военная, которая сейчас разведывательная компания, которая у него по Украине идет, очень сильно, поэтому его следует слушать обязательно. И, исходя из того, что он говорит, делать выводы касательно Мосбиржа, касательно экономики России, в случае, если вы занимаетесь инвесторами в акции России. В последнее время риторика у него очень сильно ужесточается. То есть, это не очень хороший признак для российского рынка. Что происходит с рынком России? Недавно подняли процентную ставку на неожиданно 20%, что перевело к очень резкому росту рубля мгновенно по отношению к доллару. Вот этот вот инвестор, исходящий, который здесь был, на нем, на эфире Каппера, напомянули, упомянули, говорили про него. Но, как и обещали, то есть, как и сказали, по факту, это регулирование особо ничему не приведется. Но доллары дальше будут расти по отношению к рублю. То есть, рубль дальше будет ослабевать. Мы об этом говорили позавчера только. Как только произошло, вышла эта новость касательно повышения процента ставки в России на 20%. О том, что это не поможет. С другой стороны, это довольно беспощадное действие со стороны правительства Российской Федерации, поскольку людям станет гораздо хуже жить. Цены будут очень сильно повышаться. И на самом деле денег-то, ликвидности, рубля, его не будет. А Китай с Россией вместе собираются отказаться от доллара, отказаться от евро. Но это для населения, как минимум, для начала не очень хорошо отразится. Имейте в виду, что это на населении хорошо не отразится. Это не может отразиться хорошо на рынке труда. Это не может отразиться хорошо на покупательной способности. Это может хорошо не отразиться последовательно и на рынке, на российский рынок. Что может ситуацию спасать? Какие есть вообще прогнозы политические касательно санкций, которые сейчас ведутся против России? Переговоры украинских властей с российскими властями вроде обещали, что в ближайшее время будет очень сильный вопрос безопасности проводения этих проговоров. Соответственно, эти проговоры могут откладываться. Каждый раз, когда эти проговоры откладываются, нужно учитывать, что дестабилизируется ситуация еще в Польше. И зачастую после этих переговоров, как мы знаем, их может быть, я не знаю, 7-8 максимум, исходя из ситуации, которая сейчас есть. Вот это уже второй переговор по факту. И они безрезультатны, поскольку стороны не уступают друг другу по условиям, которые указывают именно в этом переговорах. Ни одна сторона, ни вторая сторона. Соответственно, это очень-очень-очень жесткое, очень жесткое военное сопротивление, о котором передупередили Макрон и Рижан с тем, что оно будет очень сильно долго продолжаться. Соответственно, это будет очень плохо отражаться на экономике России, поскольку, несмотря на дружелюбные отношения Евросоюза, это скрытое дружелюбное отношение Евросоюза, поскольку они очень сильно зависят от российского газа, от российской нефти, им приходится пожертвовать собственными деньгами, естественно. Но насколько долго это будет продлиться, никто не знает, но все зависит от того, скорее всего, как ситуация решится с военным конфликтом. Имейте в виду, какие ситуации зачастую решит либо маркетинговая компания, либо рекламная компания. К сожалению, очень много, очень-очень много, как говорится, цензуры и со стороны Российской Федерации, и со стороны многих семей, касательно военных действий, которые сейчас происходят в Украине. Поэтому смотрите, следите за рынками. Если золото растет сильно, если палладиум, платиниум не протнеется, не прекращает свой рост, если защитная валюта не прекращает свой рост, то есть если мустыр же дальше падает, это не хорошая призна. Это значит, что самые дружественные к России по факту страны правительства Байдена достаточно бесхребетные. Правительство есть, всегда было бесхребетным по отношению к каким-либо санкциям к отношению России, потому что они сидят на российском газе, но сидят на российском мире. Если они уже начинают вести санкции, то это не очень хорошо. Соответственно, не поддавайтесь мальпуляциям или же новостным каким-то там цензурам, или пропагандам, которые сейчас существуют, их очень много на многих и сами, а следите лучше всего за рынками, за собственными рынками, за собственным уровнем жизни, как оно меняется, смотрите, какая эмпуляция у рубля, и сами судите, куда двигается вся эта история. Дальше хотел, кстати, касательно этого вопроса сразу же разбирать, наверное, рынок защитных активов. Я начну с Палладима Платинума, поскольку их предложение на рынке стало... Ожидание предложения Палладима Платина на рынке стало очень-очень резко падать. И, конечно, спрос при этом повышается и придет к сильному росту цены Палладима Платина. Россия является основным поставщиком сырьевого материала для постройки и для производства полупроводниковых, как говорится, технологий, материалов, всяких чипов, которые пользуются потом в автомобильной индустрии, военной индустрии, там, в многих-многих вещах, и в компьютерной, и в IT-индустрии так же. Поэтому мы раньше говорили об энергетическом рынке, мы раньше говорили о том, что энергетический рынок очень сильно растет и будет расти сейчас, естественно, дальше будет расти. Но еще полупроводниковые компании тоже на них... Их тоже имейте в виду, они тоже по цене могут очень хорошо подскочить, особенно если санкции даже будут продолжаться, потому что им труднее останется санкциями против России достать материал. Естественно, это приведет к тому, что цен на эти продукции может очень сильно вырасти, и это приведет к росту цены акции, поскольку спрос на чип гигантов никогда, ну, просто так не будет исчезнуть. Естественно, извините, да, спрос на чип гигантов, никогда просто так не будет исчезнуть. Но их предложение, если снизится, то это приведет к реальному росту цены при сильном востребовании, именно, востребовании слизи их продукции. Соответственно, это вы тоже имейте в виду. Вот, и ситуация по Палладиуму, по Палладиуму, по Палладиуму, как вы сами видите, это очень особый таймфрейм, чтобы масштаб был более или менее видный. Я еще дневной таймфрейм включу этих двух активов, чтобы вы видели. Очень-очень-очень сильно резкий рост. Они, кстати, оба подбираются уже довольно таким историческим максимумом. Для Палладиума 3000, который, скорее всего, куда мы, кстати, скорее всего и дойдем. И для Палладиума тоже приблизительно там 1150, даже 1200, это весьма возможно. Соответственно, мы российский фондовый рынок, с которого уже начали, просто разбирать не будем, потому что восстановление, которое сейчас происходит, оно, как и было в прошлом, позавчера, оно все ложное. Сейчас тоже приблизительно восстановление, оно очень важно. Нужно следить за обстоятельствами, за санкциями. Ситуация с спадом российских рынков может продолжаться еще дальше. Естественно, с доллара и рубль тоже дальше, скорее всего, родительский рост. Какой тут уровень? Сейчас в данном моменте 116. 120-130 тоже не за горами, имейте в виду, ситуация сейчас очень-очень сильно обостеряется. Вот. И... Ну, это все, кстати, очень сильно связано с тем, что некоторые военные ожидания Российской Федерации не поразболись по отношению к этому. Дальше переходим к фондовому рынку США, что на фондовом рынке США, кстати, держится неплохо. 4 тысячи около 50 находимся, но все равно мы под 4 тысячи 58-500 находимся. Все равно это, ну, в середине сроки это не хороший признак, но в целом держится пока цена. Это связано с тем, что у США идет очень много регулированных санкций по отношению России. То есть он пытается эти санкции ввести так, чтобы для его экономики не было плохо. С другой стороны, Байден ведет очень-очень такую жесткую экономическую войну в данный момент с Россией. И по факту пытается у России отобрать части относительно довольно большую долю, как бы, у рынка, начиная с энергетического рынка, пока ему это удается. То есть вот эта война попала в довольно очень сильную экономическую, которую сейчас Байден ведет против российского интереса на всемирном рынке. И пока она успешно ведется. S&P 500. То Джонс, индустриальный индекс, кстати, он лучше всегда показывает потенциалы движения, исходя из его минимумов и максимумов, можно, кстати, сказать, куда цена может двигаться дальше сейчас. Я не уверен, что в ближайшее время мы можем сильно подрасти, но тут есть некая консолидация, некое укрепление. И обращайте внимание на зеркальную отметку 34 тысячи. Мы все еще под ним находимся. И Джонс показывает, что мы уже тестируем эту зеркальную отметку. S&P свою основную, вот эту зеркальную отметку, пока еще не показывает, что до него дошли. Но опять же, вероятно, с того, что мы до него не дойдем, скорее всего, есть. А поскольку в ближайшее время ситуация не будет самой лучшей для всемирных рынков. Обращайте внимание особенно на индекс доллара США, который растет. И давайте посмотрим, есть ли тут у нас на долгосрочных тайм-фреймах, возможно, дивергенции. Если есть, то можем ориентироваться на разворот. То есть, если нет дивергенции, то это очень хороший сигнал продолжению роста между осилятором и ценовым максимумом. Так, как вы видите, дивергенция, ну она умеренная, есть между целым максимумом и с одиннадцатого. Максимумом и даже, можно сказать, этого года с линии осилятора, с одной стороны. Но все равно это очень долгосрочный тайм-фрейм. Это часовой тайм-фрейм, он вам, скорее всего, не покажет ближайшую дивергенцию, которая может привести к ближайшему раздорогу. Поэтому, значит, в основном тайм-фрейме посмотрим. Тут, кстати, очень выраженная дивергенция. Значит, в основном тайм-фрейме. Но, несмотря на всех этих факторов, не исключаем вероятность и тесто в 98. То есть, из плативного роста доллара США. Особенно сегодня, кстати, исходя из экономического календара, есть много-много разных поводов для доллара США, чтобы подрасти. Единственный фактор, который может перетормозить, останавливать рост доллара США, это рост цены на нефть. Поскольку в случае, если цена на нефть растет, зачастую это приведет к тому, что это является признаком того, что ликвидность увеличивается у доллара. И это приведет к тому, что цена доллара начинает падать. Кроме выступления ФРС США, сегодня есть еще данные по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы. Которые, кстати, не особо сильно окажутся под санкциям, под влиянием санкций против РФ. И, соответственно, она растет позитивно достаточно. И заявление, сегодняшнее заявление ФРС, главы ФРС тоже, они обязательно будут ястребинами. Соответственно, это тоже очень хороший повод для того, чтобы в факту ставить на приезжающий спекулятивный рост доллара США. В то время S&P 500 долгов могут падать. Так, что у нас дальше идет? Дальше у нас идет энергетический рынок. Энергетический рынок, газ и нефть. Газ и нефть за последнее время очень-очень хорошо растут. Это все связано с тем, что кроме энергетического кризиса, совсем недавно арабские страны и также США обещали Евросоюзу о том, что они смогут поставлять им достаточное количество газа и нефти. К сожалению, в последнее время они признаются в том, что они брифовали. Естественно, в итоге, в конце концов, до конца прям окончательно Евросоюз не может отказаться от российского газа. Это, кстати, и есть тот самый момент истинный, от которого зависит по большому счету ужесточение военного положения вокруг Украины. То есть, в итоге, основные санкции, которые могут касаться там газу, нефти, от чего зависит очень сильно и рубль, от чего зависит и очень сильно ВВП России, И пока еще под вопросом, то есть, вот это, как бы, ну, основная, как бы, можно сказать, основная новость о том, что, наверное, красную кнопку Путин пока еще не нажмет. То есть, на красную кнопочку не нажмет, либо же просто даже манипулировать этим, возможно, он в ближайшее время не будет. Несмотря на то, что, исходя из последних новостей, как я услышал, возможно, вы нет, я не знаю, какие ресурсы вы рассматриваете, Ну, я просто живу в стране, где нету цензуры, где нету сбан на разных всяких источников, более удостоверенных, чем источников Российской Федерации, о том, что... о том, что Путин не в Москве находится. Но в целом, даже несмотря на банкротство компании-создателей Северного Попока-2, несмотря на всего, всех санкций, которые сейчас есть, которые сейчас ведутся, основные санкции, это против энергетического рынка России, они пока не ведут. Естественно, пока можно считать, что, возможно, ситуация не опасная, но рынок энергетический, он будет дальше расти себе. Очень сильный всплеск, который я сейчас наблюдаю на нефти, обещали 120, кстати, почти уже 120, не приближаемся. Как видите, очень-очень сильно стопулятивное движение нефти. И обращайте внимание, недавнее заявление правительства США о том, что они перезнаются в своем билете касательно ядерной сделки Ирана в Польске. Речь шла раньше о том, что в случае, если ядерная сделка с Ираном удастся, то Иран сможет открыть свой нефтяной рынок, таким образом поддерживать спрос, который сейчас есть. То есть поддерживать, каким-то образом увеличить предложение нефти. Об этом заявили сам уже правительство США, что даже в случае, если да, то, скорее всего, Иран не сможет помочь ситуации. Аналитики об этом говорят. Не арабские страны, не АТЭК, а именно американские аналитики об этом говорят. Ситуация не поможет. То есть рост цены на газу нефти продолжается по факту. На дневном тайм-фреме нефти сегодняшнее открытие свечи такая же почти, как и вчерашняя. Можно рассчитывать на сегодняшнюю коррекцию в течение дня, но ближе к американской сессии, по итогам того, как доллар сделает свой окончательный всплеск последующий, можно уже подготовиться к входу, скорее всего, по лонгам, снова по лонгам, именно нефти. Поэтому вы это имеете в виду. Сегодня в течение европейской сессии, скорее всего, нас ждет некая коррекция. Но ближе к американской сессии, ближе уже к концу американской сессии, скорее всего, вот этот потенциал, просто доллар уже потухнет, как он сделает восходящий всплеск, уже покупатели нефти будут готовиться ко следующему восхождению, скорее всего. Так, где у нас натуральный газ? Натуральный газ, значит, в нашем тайм-фреме уже показывает, что идет на коррекцию. Уже показывает, что идет на коррекцию. Тут, кстати, очень такая важная, интересная зеркальная отметка, которая тестируется. Но по факту это 5 долларов, сейчас 4.80, но по факту это отметка 5 долларов. Это не ниже, не выше. Давайте возьмем именно психологическую отметку 5 долларов. В ближайшее время он может протестироваться непоспекулятивно, может вас очень сильно тут развести, но в целом дальше цена будет двигаться, скорее всего, вверх. Очень сильное поджатие к этой отметке присутствует. Единственная плохая новость, наверное, может быть в том, что сейчас я проверю, потому что с технической точки зрения тут, возможно, есть дивергенция. Я просто его вижу по ценовому движению. Да, есть тут дивергенция, как я думал, между оселятором и максимумами. На 4-ше фонтное время, в середине февраля, не заканчивается эта дивергенция, продолжается эта дивергенция, соответственно. Будьте готовы к коррекционным движениям нефти и газа, естественно. Но в целом знайте, что закончится, потухнет вот этот рост доллара США, и рынок энергетики начнет снова подрасти. То есть сейчас доллар США в течение американской сессии сегодня может немножко подрасти, скокулятивно может подрасти. Да? А потом, когда она потухнет, можете уже войти снова по факту в полонгам, действовать на натуральном газе по планете. Так. Также у нас криптоактивы, криптовалюта, как и обещали, касательно криптомира в целом, вы, наверное, в курсе, что Россия начал последние движения, последние манипуляции, по факту на рынке криптовалют происходили на новостном фоне российских властей, а то были новости о том, что они сначала хотели запретить, потом были новости о том, что они решили не запрещать, а наоборот его принять полностью. И в итоге на почве этого биткоин, эфириум начали укрепляться, умеренно, очень красиво так укрепляться над локальными минимумами, над некоторыми там уровнями, около там 4-40 тысячи биткоин начал укрепляться, эфириум ближе там, по-моему, в 2 тысячи, в районе 2 тысячи, да, он начал укрепляться. И ситуация сейчас сегодня немножко изменилась. Мы все знаем, что западный мир может перейти к очень сильному, жесткому регулированию криптовалюты. В этом году, об этом мы говорили еще месяц назад, наверное, об этом аналитики говорили, то есть об этом вы должны были знать. В этом в наших программах тоже говорили. Ну и вот положение, которое сейчас продолжается, санкции, которые идут против России, для того, чтобы Россия их не обошла, западный мир верит в то, что нужно регулировать криптовалюты, чтобы Россия не мог помощью криптовалюты обойти санкции Запада. Об этом выступили несколько SEO, несколько директоров, именно, вот, например, Ripple, еще одной компании, о том, что, ну, по факту биржа, которая ведет эти транзакции, они сотрудничают с банками, и в случае, если эти банки согласуют, например, какие-либо санкционные меры по отношению к каким-то там гражданам в какой-либо страны, то через их биржу тоже нельзя делать обходы санкционные, поскольку они могут попасть, и их могут потом оштрафовать, потом их могут закрыть, накрыть и так далее. То есть, есть плохая новость о том, что, да, могут урегулировать, это может привести к очень сильному спаду, но на самом деле, по факту, так не делается, как и уже объяснили. Поэтому, что нужно делать в такие моменты, когда неопределенность на рынках, лучше смотреть на картину техническую. На дневном таймфрейме, например, по биткоинам, мы видим, что позавчерашнее движение было очень сильно импульсивно, как вчера, сегодня мы наблюдаем за просто консолидацией цены. Вот это вот консолидация цены. Нарисовывается очень красивый такой фрактал, экстремум, возле сопротивления, это признак нисходящего движения. Нисходящее движение в ближайшее время, если будет, то это хорошо. Подготовить почву для последующих заходов в лангов. Если он будет, если он будет импульсивным, это очень хорошо. Поэтому лучше, чтобы он случился, если такого не будет случиться, если у нас будет, например, на 4-часовом таймфрейме сформирование всяких там нисходящих клинов, как сейчас, например, или же флагов, так нисходящих, по мере роста общего тренда, вот в общем тренде. Вот такая вот фигура. Это значит, что цена в ближайшее время может сделать восходящую спекуляцию. Почему это плохо сейчас? Потому что новостной фон фон негативный. И если восходящее движение происходит при негативном новостном фоне, это прямо и спекуляция, это с целью того, чтобы просто подвести покупателей, которые хотят обойти в руках. Соответственно, тут зеркальная отметка, его очень хорошо видно. Это 45 тысяч, 47 тысяч. Мы пока не находимся на этими отметками, с прошлого раза я упоминал, пока не находимся на этими отметками, лучше не думать о том, чтобы войти в средний срок в этот актив биткоин. Я думаю, что скорее всего ближайшее движение, оно будет очень сильно спекулятивное, восходящее. Возможно, даже 50 тысяч будет прорваться. Но в случае, если это произойдет, произойдет спекулятивно, зачастую, когда в последнее время такие картины мы наблюдаем, зачастую так и происходит. Спекулятивное, какие-нибудь там блучьи движения, правы в обновлении локальных максимумов, которые очень сильно обнадеживают всяких там роботов, которые сидят и торгуют вместо людей. И создают некие ложные продолжения движения, некую спекуляцию, на которой ведутся налички и так далее. Нужно обращать внимание, что по факту Ethereum, кстати, более красиво показывает на потенциал. Тут до локального максимума еще дорога и есть, 3400, его ретест даже ничего не значит. То есть будут спекуляции, будут восходящие спекуляции, будут движения восходящие, это скорее всего в ближайшее время будет. Если вы спускал, признаете, как с этим работать, работайте с этим. Сигналы на 400-е время этого подтверждают, но развороты, развороты. И когда заканчиваются импульсивные движения, это уже не верно. Поэтому нужно очень сильно с очень хорошим расчетом все это делать. Пока еще я бы, наверное, предложил системным трейдерам подождать, пока цена снова не пойдет до локальных минимумов. И начнет наращиваться снова. Потому что пока регулируется цена, пока киты его регулируют, пока видно, что особо страфа на рынках нет. Я об этом рассказал поначалу, в начале этого видео о том, почему нет на самом деле страфов на рынках. И пермотайте послушать еще раз. Вот, если не услышали. Поэтому здесь пока цена придерживается. Сейчас цена на максимум. Сейчас цена по факту эфириума и биткоина, они в перекупленности находятся на среднесрочных таймфреймах. Поэтому лучше пока подождать. Наверное, они сделают нисходящую коррекцию, потом войдете снова и ничего страшного. Друзья, не забывайте, у нас на официальном сайте есть разные услуги интересные для новичков и также для профессиональных трейдеров. Инструменты, которые у нас есть, начиная из курсов, заканчивая разными инструментами, которые у нас есть на платформе Дельщик Гонконг, на платформе Трейдер Зиро, в которой у нас есть биржевая платформа. Этим вы можете пользоваться. Не забывайте о том, что у нас демоконкурс приближается. Вы можете в нем участвовать в этом демоконкурсе. И там вы можете себя протестировать в качестве управленца, в качестве трейдера. Вы можете провести свой трейдинг на виртуальных денег, естественно, которые вам предоставляют с компанией. И в итоге выиграть приз в размере 1000 долларов. Эта информация, которую я знаю, возможно, она обновлена. На сайте есть. Заходите на главный сайт, там посмотрите. 51 мест. Так уже и мало. Поэтому постарайтесь, попробуйте обязательно это сделать. Сейчас рынки очень сильно струклиативны. Но в случае, если вы разбираетесь в геополитике, разбираетесь в том, где в новостях врут, где какие новостные, как говорится, ресурсы, от кого зависят, какой олигарх платит за какую новостную, новостное издательство, какие цели они собой представляют и так далее. Если вы умеете нормально все анализировать, эти мозги на месте, то, ну, на основном анализе у вас не будет проблем. И когда у вас нет проблем с основным анализом, вы можете по факту уже просто помощью, технического анализа в рамках общего тренда, которые задаются рынками, забрать ваш профит, который вам нужен, исходя из риск-менеджмента и money-менеджмента. Также они очень важны с целью того, чтобы вести более или менее нормальную торговлю на рынке форекса, на рынке на сток-маркеты, также и на рынке криптобалют. Все эти инструменты у нас есть, на GERCHICONCO обязательно попробуйте с ними тоже торговать. Есть криптоактивы на платформе GERCHICONCO, это трейдер 4.5, поэтому, пожалуйста, очень пользуйтесь, попробуйте. И так далее. Не забывайте, подпишитесь на наш канал и порекомендуйте, комментируйте видео, в случае, если будут вопросы у вас, на вопросы ваши обязательно в ближайшее время ответы. И не забывайте нажать на колокольчик, который у нас вверху в страничке в YouTube, чтобы вы не пропустили наши обзоры рынка. У нас Александр Михайлович-Герчик в среде изобретений, также Виктор Макеев ведут эфиры и другие аналитики, другие трейдеры. Тоже ведут разные эфиры, прямые по рынку, которых не стоит пропускать. Обязательно их посмотрите. Для того, чтобы их не пропустить, естественно, нужно просто нажать на колокольчик на главной странице YouTube. Спасибо за ваше внимание и до следующей встречи. Берегите себя. И хорошая торговля. Пока-пока.